Югорские биатлонисты выиграли две гонки в заключительный день чемпионата страны. В этом году главные российские старты прошли в Тюмени. Первыми за медаль боролись девушки в масс-старте. На шокурок представили шесть спортсменок. Кристина Рисова совершила настоящий камбэк. После первых двух огневых рубежей Югорчанка накопила три промаха и держалась во втором десятке. Но отличный ход по дистанции и точная стрельба подтянули Рисову к лидерам. На последней стойке она воспользовалась ошибкой Ларисы Куклиной. И пока та наматывала штрафные круги, Югорчанка вырвалась вперед. Догнать Кристину Рисцову так никто и не смог. Итог. Золото в масс-старте. Это большая победа неоднократного олимпийского призера Кристина Рисцова. Ханты-Мансийский автономный округ. И поклон болельщикам. Как сегодня хорошо у нас в Тюмени. Посмотрите. После обеда триумф в эстафете праздновала мужская команда. Стоит отметить и то, что бороться за медали здесь вышли три югорские команды. Со второго этапа в лидерах был второй состав Югры. Но великолепная работа Михаила Бурундукова помогла первой команде сократить отставание до минимума. На последнем этапе свой класс показал Никита Поршнев. Югорчанин без промахов прошел оба огневых рубежа и добыл для первого состава Югры золотые медали. Югра-2 только пятая. Там, к слову, бежал Вадим Филимонов, для которого этот старт стал последним в спортивной карьере. Чтобы избежать аварийных ситуаций, в Сургуте расчищают водопропускные канавы и ливневые канализации. На данный момент убрали уже половину объектов. Однако в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уверены, что работу придется переделывать. Обильные снегопады и талые воды вновь забивают уже почищенные ливневки. В контракт стоимостью 3 миллиона рублей также входит откачивание помпами застой воды. В Сургуте есть несколько проблемных районов. Вода в которых стоит не только весной, но и летом. И после каждого дождя. Этот вопрос, по мнению начальника штаба ГОИЧС города, можно решить установкой локальной ливневой канализации. Напомним, в прошлом году в Сургуте установили несколько таких объектов. Об их работоспособности можно будет судить уже этой весной. Если они зарекомендуют себя как рабочий инструмент в отводе талых вод, то руководство города продолжит их установку ближайшим летом. Принцип их работы прост. Будет закопано 3-4 емкости. Сказалось, приемника вода будет уходить по мере заполнения. Переходить и заполнять все эти емкости. Там она, емкость, тысяча одно отверстие в ней, с которой вода расходится, дренажирует. То есть она должна просто уходить. Если грунт позволит там, что она будет дренажировать, уходить, значит нормально. В преддверии майских праздников югорчане озаботились защитой от клещевого энцефалита. Потому что весна – это не только наступление долгожданного тепла, но и пробуждение членистоногих, которые часто становятся переносчиками страшной болезни. Поскольку югра эндемичный для клещей регион, многие местные жители заранее обращаются в поликлиники. Полный курс переливки против энцефалита состоит из двух компонентов. Вакцинацию проводят с перерывом в 3-6 месяцев. Но есть и экстренный вариант – перерыв между уколами всего две недели. Добавлю, что клещи в югре нападают на людей в среднем 4000 раз в год. Так, в Югорске в прошлом году за помощью обратились 52 человека. 49 членистоногих отправили на исследование. В одном клеще был обнаружен вирус клещевого энцефалита. К сожалению, данная женщина была не привита против клещевого вирусного энцефалита. И ей был проставлен курс противоклещевого иммуноглобулина. То есть это иммуноглобулин, который применяется при экстренной профилактике заболевания у тех граждан, которые не привиты.